Сегодня праздник на селе, сегодня здесь концерт. Село с очень душевным названием Богослова отмечает свой день рождения. Отмечают они его, как и положено, все вместе и очень радостно. Ныне село, но, как и прежде, Богослова местные жители зовут родному деревня. Хотя в древности называлось это место село Фомино. Через село, расположенное около села мост, через лошадку проходил оживленный хомутовский тракт. Первое известное упоминание Богослова Фомино имеется в песцовых книгах Московского уезда 1584-1686 годов. Здесь мило все, и своды храма, где службу батюшка ведет, и памятник скорбящей матери нам силу духа придает. Эти стихи написаны и местной жительницей, ее личное и очень теплое отношение к малой родине. Да и все, кто в этот день рождения Богослова выходил на сцену местного Дома культуры, говорили в один голос. Это родное и любимое место. Я родился, вырос в деревне, жил долгое время в деревне. Вы знаете, были времена, когда деревня на самом деле, скажу, может быть, немножко грубо, умирала. Сейчас ситуация, я не скажу, что кардинальная, но она меняется. Начинается возрождаться деревня. И, конечно, наверное, первый знак такой, что деревня оживает. Это, конечно, праздник, день деревни, когда собирается народ, когда отмечает день рождения своей малой родины. Мне очень приятно, что въезжая в деревню, я вижу ухоженные территории. Мне приятно, что действительно мы возрождаем риповый пакет, потому что, если кто помнит, то помнит, как это все сложно было. Хочется, конечно, еще раз отметить такое светлое мероприятие, которое сейчас происходит. Это, конечно, восстановление нашего храма. Церковь Казанской Божьей Матери, пожалуй, главный духовный символ села. Сегодня, после долгого запустения, полуразрушенный храм постепенно восстанавливают. Здесь идет служба. Сюда за духовной поддержкой, которой так необходимо человеку, приходят жители. Сегодня хороший праздник. Нас объединяет то сегодня, что мы живем и работаем в этом селе. Это прекрасно. Но самым сильным объединяющим началом образ всего человечества является началом духовного. Отметить день села пришли самые главные люди, жители. Их наградили почетными грамотами и вручили подарки молодым и самым многолетним семьям, отметили кружеников, наградили в конкурсах. Наталья Архипова живет богослово более 30 лет. Здесь трудилась в колхозе, получила квартиру, муж работал слесарем. Теперь на пенсии. О своей жизни в деревне говорит просто. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Я сама слободская местная, ну и ничем в принципе не отличается. Вы знаете, несмотря на то, что здесь, как говорится, приезжие все, да, ну отовсюду, со всей Московской области, вообще со всех краев. Но люди хорошие. Есть и злые, есть и добрые, но хорошие. Интересно жить тем, что все люди друг друга знают, что в принципе семейная такая обстановка, дружная. А в больших городах как-то все суетливо. Коллектив «Гармония» из соседнего Литвинова приехал поздравить жителей творческим. Девушки подготовили народную песню. Вот такой культурный обмен. Они у нас всегда в гостях, мы всегда у них в гостях, наши двери всегда открыты. Деревня, село, богослово. В любом случае, это общий дом, где все друг друга знают и в трудную минуту готовы поддержать. Здесь жизнь должна продолжаться, и она должна быть счастливой. Я очень люблю богослово и хочу, чтобы оно развивалось. Лилия Тимива, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Лилия Тимива, Валерий Жеглей. Субтитры создавал DimaTorzok